Если мы начали, поэтому, как бы, получше задача, мы не закончили, да? Отзвучим чуть-чуть, немножко позже. Я думаю, все вы пришли на семинары подросткового служения, да? И вы попали правильно, если вы сказали, что мой семинар, а если вы не только что-то попали, может, остаться? Нам будет и так лучше. Хорошо. Извините, за то, что мы немножко все затянули, технически не поможет. Насколько вы все знаете, здесь девицы, или, скажем, направление конференции, на следующее, это миссионерская работа, да. То есть миссионерская работа во всех сферах жизни. И когда мы говорим о подростковой работе, о подростковом служении, мы можем говорить о том же самом. Но перед этим нужно, конечно же, забронуть такие моменты, когда мы говорим о миссионерской, скажем, о позиции человека как миссионера, мы должны понять одну такую вещь. Это, в принципе, для каждого. У каждого из нас есть свое свое, где мы можем быть миссионерами, где у нас будет определенная миссия, где у нас будет определенная задача. Вопрос всегда заключается в том, что насколько христианин это осознает. Когда я говорю с христианами, которые уже не первый год, как мы говорим, Боги, которые не первый год ведут христианский образ жизни, они посвящали свою жизнь Богу. И когда я знаю, что в их жизни когда-то было откровение, и у них сейчас их стиль жизни несколько другой, я всегда говорю и возвращаю их к их откровениям. Потому что само осознание это дорогого стоит. Для того, чтобы получить осознание, то, что мы называем откровением, это не всегда приходит после того. И многие верующие люди живут, и мы понимаем, что в их жизни нет откровения. Мы, конечно же, их не осуждаем, но мы тогда должны задаться вопросом, неужели Бог кому-то обращается, а кому-то не обращается. Нет. Просто кто-то более открыт, кто-то менее открыт. Это мы должны понять. И вот бывает так, что люди, они на каком-то этапе своей жизни, они ищут Бога, они открытые. Бога начинает говорить в их жизни. И знаете, это принципы то, к чему мы стремились, что Бог начинает говорить, но это далеко не все. Потому что когда Бог начинает говорить в жизни христианина то, за что он сказал, или то, что именно христианин получил, христианин начинает за это отвечать. Что я имею в виду? Ну, допустим, в примере с Моисеем, да? Весь народ, который играл в Моисея, они такие вещи делали. И Бог только уже в какие-то крайние моменты их наказывал. Моисею это вечное слово пришлось сказать, в землю бедомную не заходит. И где здесь проявилось Божие? На самом деле мы должны понять, что это местописание, о чем это местописание говорили нам. Оно говорит нам о следующем, что Моисей, он имел глубокое познание. И он мог не сказать. Он мог, он и знал Бога так хорошо, он получал от Бога столько много, что в принципе он мог задержаться, он имел все понимание. И вот когда приходит это понимание в нашу жизнь, о моем существовании на земле, которое не просто так, или знаете, что я нахожусь на том или ином месте, имею то или иное знакомство, получу какое-то образование, получу какую-то возможность в жизни не просто так. Знаете, друзья, это то, драгоценно, что мы должны занять. И так же через это все приходит в нашу жизнь ответственность. И когда мы говорим о подростковой работе, да, больше уже сложилось исторически, я специально оставляю, подъемляю это слово, что подростковая работа, она рассматривается как миссионерская. Церкви уже, скажем, не первых десятилетий рассматривают подростковую работу как миссионерскую, потому что произошел, знаете, такой раскол или отдаление поколений друг от друга. Поколения не понимают поколения. И уже мы не говорим о каких-то там, знаете, дальних поколений, прошлых лет. Нет. Мы видим, как иногда уже в наше время, мы можем сказать, что 5-4 года равенцы. И люди же могут не понимать, что это друг друга. А если мы говорим о родителях, детях, мы вообще уже можем говорить, что это какие-то, знаете, люди с разных планет. И именно по этой причине подростковая работа рассматривается как миссионерская. Я помню, когда изучал одну книгу о подростковом служении, автор этой книги сделал вступление, и он сказал те слова, которые я, кто-то, что процитировал, что подростковая, молодежная работа, она рассматривается как миссионерская. Потому что не всегда нужно куда-то ехать. Иногда ехать и уделять что-то под носом. В нашем подростковом служении есть своя история, есть, естественно, свои свидетельства. И то же самое, то, с чего я начал, столкнулись мы. Мы проходили все это. Было что-то у нас перед носом, или кто-то, можно точнее сказать, кто-то был у нас перед носом, кого мы не видели. У нас была хорошая, у нас есть церковь, и была хорошая воскресная школа. У нас есть и было тогда хорошее молодежное служение. Но вот как-то человек 50-60 подростков в нашей церкви мы не замечали. Целый, знаете, такой класс людей в нашей церкви, которые были просто в фойе, которые выносили мозг в фойе всем, кто только отвечал за фойе, за порядок в фойе. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? И один раз, когда мы начали работать, когда анализа начала работать с нами, они начали обучать нас в стратегии молодежного служения, то, о чем мы сегодня будем разговаривать, как разговаривать, который обучал куполировал нашу церковь, он один раз обратил мое и внимание всей нашей команды на этих людей. И после этого мы стали что-то предпринимать. Когда мы сами обратили на них внимание, мы увидели очень ужасную, печальную сортиру, которую мы раньше по какой-то причине не замечали. Мы шли на эволюционные поля, куда мы только не шли и откуда нас только не гнали. Но самого основного, можно сказать, мы не видели то, что было перед нашим носом. Мы тогда сопоставили свою ситуацию с той ситуацией, о которой рассказывал Иисус у меня из плечи. Помните, когда священник спешил по своим делам? И каждый спешил, но при дороге лежал кто-то, кто нуждался в помощи, но из-за каких-то больших глобальных дел его никто не замечал. Мы увидели всегда позиции этих не очень хороших персонажей, что мы были в той позиции, когда мы не видели тех, кто рядом с нами. И обратив внимание на них, мы, конечно, столбовались с жестокой реальностью. Мне нравятся подростки и молодожи тем, что если ты что-то неправильно делаешь, они тебе сразу говорят. Ты сразу понимаешь. Вообще нет места для лицемерия. Если то, что ты делаешь, оно не работает, ты сразу все поймешь. И когда мы начали сближаться с этими ребятами, мы поняли, что мы что-то делаем не так. Во-первых, то, что мы упустили. Мы упустили. Церковь упустила. Родители упустили. Упустили. Можно сказать просто мой. И когда мы стали искать и вести на контакт с ними, как-то пытаться их собрать воедино, мы видели полную противоречие. С некоторыми с ними я уходил в подвал. Знаете, когда в воскресенье молодожный пастор подходит тебе и говорит, иду, как она будет в подвале в церкви. Потому что она ожидала совершенно другое сейчас от тебя. Она ожидала тебя, что ты будешь его отчитывать, что почему-то не знали. Это должен быть на прославлении, это не жить на проповине. Или вообще-то куришь ты, или пьешь ли ты в течение недели. А ты им предлагаешь идти в подвал. Они этим самым я их покупал. Мы шли с ними, я спускался с ними в подвал, с разными ребятами. Мы просто проводили это время в общении. Я интересовался их личной жизнью. И я узнавал сразу же картину. И смотря на то, что они являлись с детьми, которые росли в церкви, они являлись с детьми, которые считаются законными подростками. Их жизнь абсолютно не соответствовала этому, если мы можем так корректно, мягко говорить. Они употребляли наркотики, их жизнь была совершенно другая. Их просто родители приняли в церкви. Задача родителей была привезти в то место, где проходило естественное благослужение, а там, что будет там, какое-то биополе, которое должно с ними там ехать на работу. Где-то вот так вот мы живем с такой ложью. И когда мы всю эту картинку видели, мы начали работать. Я начал говорить с нашим пастором. И естественно, нам требовались нетрадиционные методы. Что именно нетрадиционные методы? Знаете, очень... Истина, она везде одна. Но иногда нам нужно понять просто, как нам нужно прийти к этим правильным, хорошим вещам. Иногда есть вещи, которые нам просто хочется. Но это не значит, что у нас это не получится сразу. А естественно, когда я говорил с ребятами, ребята, как по поводу того, чтобы зайти в зал, посмотреть один московый и все такое. Они мне говорили прямо, «Саша, никогда мы туда не пойдем слушать. Ты просто должен вас понять». Я говорю, «Хорошо, я просто понимаю». Я говорил с командой своих лидеров, это, конечно, была печальная ситуация, это была как для нас трагедия, но мы стали что-то предпринимать. И первое, что мы перед собой поставили, это чтобы они сами приходили без родителей. Вот мы поставили перед собой такую цель. Естественно, это должно быть что-то неординарное. Неординарное в их понимании. Они прекрасно понимали, что ждет их в церкви, когда их мама собирает церковь или ведет церковь на богослужение. Они прекрасно все знали. Но мы вот решили для себя их удивить. Ну, допустим, когда они приходили в церковь, мы приглашали их совершенно в другой зал, в малый зал, и когда они туда заходили, там и сели в боксерской бушке. Это несконечное для церкви. И когда не такие, что они тупые, как я думал о них. Понимаете, да? И каждый раз мы старались менять для себя. Конечно же, были люди, которые нас в этом не понимали. И я их тоже в этом не понимаю. У нас был такой момент, когда пастор один раз попросил меня поговорить с ним. Он говорит, Саш, ты должен меня понять. Он задает вопрос. Что у вас там происходит? Потому что люди видели, что мы абсолютно нигде ничего не появляемся. Мы где-то там собираемся. И я периодически делился с пастором этой реальностью, этой картиной. Я говорю, давайте мы сейчас их загоним в зал. Просто загоним. Знаете, и в этот момент мне будет хватать, знаете, и мы их загнали в зал. Вот этого не будет хватать. Но вы же не видите, что они делают в зале. И печальная картина типичная, печальная картина во всех церквях заключается в следующее. Зодители абсолютно не интересуют, чем дети занимаются в реапокладине. Они рассчитывают, я еще раз повторюсь, на какой-то биополь. Его нет. Вы знаете эту правду, что его нет. Но когда мы возвращаемся в свою церковь, почему-то думают, что оно есть. Это неправда. И вот когда родители так отпускают, типа думают, что их дети находятся в пяти рядах от них. Ну, это так вы заметили, что очень церковно говорят, да? Мы все понимаем, о чем я говорю. То есть в пяти, там, в шести рядах от них. И родители переживают что-то, и они думают, что что-то подобное происходит с их детьми. Но там вообще совершенно все другое. И мы решили пойти другим путем. Мы поставили прицелую задачу, чтобы они приходили. Мы добились этого. Они стали приходить. Потом, естественно, мы стали говорить о том, что нам нужно их немножечко подводить к этому. Подводить вообще на ней, ко всем этим решениям. Конечно, мы же делали это по-своему. Это не говорит о том, что где-то в другом месте это сработало. Но мы делали это совершенно по-своему. Когда мы собирались и проводили определенное время весело, оно было всем хорошо. В определенный момент мы выделили для себя, что где-то пять-семь минут мы на это попратим. Мы вскользь говорили, что такое просто мнение похоронения. Мы делали это абсолютно без всякой музыки. Главное, чтобы ребята понимали, что происходит. Потому что иногда музыкой можно все заглушить. Мы погружали их в одну, в две песни, и опять продолжали заниматься своими делами. Потом следующим нашим этапом было то, что мы позволили себе делать изучение библии на встрече. и с ними. Это все продолжает только наше свидетельство. И у нас, знаете, это было не сильно вдохновляюще. Когда ты приходишь, готовишься на воскресенье, тоже не урок, а на, естественно, пробуете подростка, у тебя есть какие-то свои ожидания. Но когда во время твоей проповеди начинается мордопоить, твои ожидания, как говорится, не улетучиваются. И когда ты проповедуешь о таких высоких материях, понимаете меня правильно, одну штуку, да? Проповедуешь о высоких материях, и здесь сбоку начинается драка. Они бьют друг друга очень сильно по лицу. Тебе нужно это пройти. Тебе нужно это пройти. И мы проходили все подобные моменты. Мы собирали их вместе, мы делили их по группам. И всякие разные то, чтобы им было интересно. Мы знали, что когда-то это закончится. После того, как мы могли сказать, что у нас есть подросток, где мы собираем вместе, наша история стала продолжаться уже в более лучшем исполнении. Дарбас один раз, когда мы с ним сидели, пили чай, он говорит, Саша, речь идет за подросток в 12-13 лет. Он говорит, Саша, а ты никогда не думал, что бы среди них сделать и поднять лидеров? У меня полная противоречия в голове. Потому что в моем понимании лидерские, это что-то сложное, где у вас просто, знаете, мозговой шторм, где говорятся такие умные вещи, что-то первое, на котором ты говоришь, ты сам не все понимаешь. И ты думаешь, и ты представляешь себе этих 12-12 летних ребят. Я говорю, да, я говорю, ты уверен? Он говорит, да, абсолютно уверен. Тебе нужно начать готовить лидеров среди них. Мы начали готовить лидеров. И вы знаете, прошли годы. Лидеры, которых мы стали готовить в подростковом служении, они сейчас являются ключевыми людьми в молодежном служении. И наше подростковое служение, оно уже далеко не выглядит так, как я вам рассказываю. Оно, если вы попадете, оно будет выглядеть, знаете, как, я могу так сказать, как классическое подростковое служение. Я подготовил для вас, как и такой ролик, чтобы вы увидели, в каком социальности мы сейчас находимся. Можно? Можно. 14-й, и потом молодежное служение до 16-й, 15-й плюс и так далее. И за это отвечают тоже другие люди. Когда мы делали этот ролик, я специально вам хотел показать, что если вы обратили внимание, что на встречу лидеров и служителей приходят сами подростки, они и являются служителями, они являются лидерами, а некоторые из них являются лидерами, и они также являются тем людьми, которые разрабатывают, создают и воплощают подростковое служение, которое они разрабатывали в течение сибири в воскресенье. Это то, что у нас сейчас есть. И я хочу поговорить сейчас с вами дальше вообще, чем на самом деле является подростковая работа. Потому что есть очень много мнений, и я не могу сказать, что они все неправильны. Они все очень правильны, но то, о чем мы сегодня будем говорить, я не скажу вам ничего нового. Я просто расставлю акценты немножко по-другому, выстрою определенную последовательность, и вы увидите, как все работает, как все должно работать вместе. Потому что многие люди, которые начинают заниматься подростковым служением в своей церкви, они сразу говорят, нужно евангелизировать. Другие могут сказать, нет, нужно готовить команду лидеров. Другие могут сказать, важно поклонение. И знаете, очень-очень много мыслей. Кто-то может сказать, только ячейки. Другие могут сказать, только то служение, которое должно быть ярко, которое должно будет, знаете так, притягивать подростков вот этой яркостью и так далее, массовостью и так далее. Знаете, это все правильно, но оно должно стоять все на своих местах. Все на своих местах. То, о чем мы будем сегодня говорить с вами, это называется молодежное служение, сфокусированное на Иисусе. Мы не будем с вами так сильно углубляться в все эти вещи, потому что все то, о чем я буду говорить сегодня с вами, вы это знаете. Вы это абсолютно знаете, очень хорошо знаете. Я просто хочу немножечко сделать свои акценты. Давайте мы начнем со следующего. Когда вы занимаетесь подростковым служением, когда вы что-то начинаете, когда человек приезжает, пусть на миссию, куда угодно, что вначале самое трудное? Это цифры. Цифры, которые тебе самому говорят о твоей работе, которые другим людям говорят о твоей работе. По поводу этих, когда люди узнают о цифрах, они начинают общаться с тобой на основании твоих цифр. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Первое, если вы были на удовольствиях конференциях или на встречах слушателей, первый вопрос, который задают люди из других церквей, сколько у тебя? И оттуда пошло все. То есть ты, когда ты говоришь, называешь его цифром, вот так, если можно сказать, когда ты говоришь о своих раштабах, это говорит о том, как ты потом буду относиться. Вы понимаете, что я все-таки смелую, да? Я не говорю, что это правильно, я говорю, что это старкап, вы, наверное, все это замечаете. И многие ребята, они делают большую щепку. Когда я попадаю на подобные, слеты на подлежных пасторов, подростковых пасторов, на подобные встречи, чаепития, все начинают очень много говорить, как очень много он делает. Сколько в все дни, в неделю он посвящает этому времени, сколько он вузов затронул, проповедил Евангелие, и очень много, много, много. И во всем этом есть только он. И когда задаешь ему простой вопрос, а что у тебя с командой? У него нет команды. А что у тебя с ячейкой, у тебя нет, у него нет ячейки? Скажи, пожалуйста, твои подростки насколько любят Иисуса? Они очень любят Иисуса. Прям так, что они могут бросить курить иногда? Понимаете, я еще наговорю, да? Иногда мы очень сильно, цифры, а с цифрами нужно дружить и держать их на определенном расстоянии. Цифры, они должны нам, знаете, как бы принести помутнение в наш разум. С одной стороны, конечно же, мы не должны за них неизнаться. Единственное, о чем мы должны дружить с цифрами, они должны говорить вообще, на каком этапе мы находимся. И что происходило в течение всего прошедшего года. О чем я говорю? Это то, что мы называем аксиомой молодежного служения. Итак, первое. Молодежное служение мы должны понять, начинается тогда, я так понимаю, я не сюда должен быть, я туда. Подростковое служение начинается тогда, когда взрослый христианин, духовно и физически, пытается найти подход в мир подростка или молодого человека. Что такое, о чем я говорю? Это то, что я говорил буквально полминуты назад. То, что цифры, они начинают нас на что-то подталкивать. Они подталкивают на какие-то вещи, в которых мы будем очень сильно заняты. И все с вами. Но это не будет говорить о результате. И, конечно, мы смотрим на то, что там, ну, представьтесь ли, я в головной жизни, когда я беседовал с парнем, которого он послал пафор на эту пастерскую школу, и я спросил, а сколько у вас молодежи? Он говорит, нас всего трое, и это иди. Я представляю его состояние, с которым он будет возвращаться домой. У меня и ничего нет. У меня нет молодежного работы. И знаете, в неопытный христианин, он может сразу по-возврату, когда он придется домой, сказать следующее, пастор, нам не нужна молодежная работа. У нас нет молодежной службы. Давайте через минуту придумаем тогда, когда у нас будет совпад. Но это неправильно. Молодежное служение начинается тогда, когда ты идешь по фойе церкви и видишь подростка. И ты просто вооружился мыслью, как бы мне к нему подкатить в следующий раз. Это уже молодежная работа. Следующий момент, следующее. Молодежная работа продолжается тогда, когда взрослый христианин продолжает искать способы как-то, знаете, подойти ближе к жизни подростка. И молодежное служение, подростковое служение заканчивается в тот момент, когда они не могут и они полностью не могут идти в общество. Или подросток уезжать до скорых. Вот что такое на самом деле молодежная работа. Конечно же, она включает в себя очень много. Она включает очень много структур, но это, скажем, это не важно. Потому что, когда мы говорим о каком-то начинании, а когда мы говорим о весе, мы говорим и так же о начинании, мы не можем сразу делать о себе выводы по цифрам, которые мы имеем. они собьют неправильного пути. Они собьют на стол, как говорят в народе, да? Мы не можем их рассуждать. Но они нам помогут, когда пройдет определенное переузнение. И, конечно же, здесь тоже есть свои ошибки. И давайте мы сейчас некоторые из них разберем, и мы так же увидим, что есть подростковое служение. Матвея 9 глава с 35 по 38 стих. Вы все знаете это местописание, давайте мы еще раз его прочитаем. И ходил Иисус по всем городам и селением уча всемаковых их проповедные в Евангелии от царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь людям. Видя толпы народа, он жалился на ними, что они были измурлены и рассеяны как оценемеющие пастыря. Тогда говорит ученикам свою жатву много, а делателям мало. Итак, молите, господин, на жатву, чтобы вы славали на жатву свою. Друзья, это как как раз то местописание, которое очень сильно отображает подростков в наших церквях, подростков, которые окружают нас в тех местах, где мы находимся, где мы живем, в тех районах. Подростки, они являются теми людьми, которые измурлены, являются теми людьми, которыми им всех это попользоваться, являются именно теми людьми, теми существами, к которым, как правило, относятся несправедливо. Это именно тот контингент людей, которым мы можем очень сильно отнести все эти слова. И давайте мы сейчас, я хочу с вами сейчас разобрать несколько из них. Первое, это изнурины. Изнурины, да, правда? Посидевшие. Отклического буквально, оно означает, отклического буквально заживо снять кожу. То есть, когда Библия говорит о том, что Иисус произносил определенные слова, смотря на этих людей, Он именно это и имел в виду. Он говорил о том, что для нас это какое-то такое слово изнурины. Кто из нас знал это понимание? Типа, для нас это как пить хочется, да? Вречи людям, пустыне, пить хочется. Но греческое, это греческое слово имеет себе смысл, как те люди, с которых заживо сняли кожу. Мы можем представить ту боль, которую человек переживает, когда с него заживо сняли кожу. Мы знаем, что первых христиан плетали и убивали именно таким способом. Это было жестокое доказание. Подростки, которые окружают нас, и давайте мы сегодня будем говорить в большей степени за церковь, потому что мы иногда думаем, что если подросток входит в церковь, у него автоматически растут крылья, где-то там под сузонкой. Нас занимает. Или когда он выходит из чудесной, по нашему мнению, проповеди, по нашему мнению, потому что мы ее проповедовали, мы думаем, что это сейчас совесть гладит его жизнь. Но на самом деле, друзья мои, я хочу, чтобы мы не обманывались, они, как правило, чувствуют себя именно такими. Потому что, несмотря на то, что мы произносим прекрасное проповедие, я не хочу, я не преследую сегодня цель, знаете, критиковать церковную работу. У нас замечательная церковная работа в каждой церкви. Просто я хочу, чтобы мы обратили вещи, свои вопросы, вот на какие вещи, в каких семьях они живут, даже если это христианские семьи. Что происходит там дома, мы не знаем. Иногда я, как молодожный пастор, я сталкиваюсь с некоторыми ситуациями в семье. Я не могу превзегивать те ситуации, которые там происходят. И когда подростки уходят из церкви, я не критикую их, и иногда просто у меня вырываются сказать следующее, я понимаю их. Когда они видят совершенно противоположное дома, это то, что они переживают. Иисус, когда увидел людей, он говорит, это люди, которые идут ко мне, ко мне, они являются теми людьми, они являются теми людьми, которые мучаются в своей жизни. Следующее слово, которое потребил Иисус, он сказал, они рассеяны. Это слово потреблялось, знаете, относительно к человеку, который был брошен на землю. Знаете, или человек, который лежит пьяный у дороги. Что можно сделать с человеком, человеком по дороге? Все. У него можно все украсть, над ним можно смеяться. Это унизительно. И мы можем то же самое понимание отнести к нашим подросткам. Что можно сделать с детьми? Мы видим очень часто на улице, когда родители, они срываются, и как они могут говориться с этими детьми. И вопрос только не младше. Мы можем иногда увидеть, когда идет какое-то урезание, ущемление бюджета или еще что-либо, на чем мы можем сэкономить. Вы понимаете, что это было? Это люди, которые беспомощны из-за своего возраста. Они не могут за себя постоять, они не могут заработать. Иисус, он говорит, что это люди беспомощны. Следующее слово говорит, что овцы, не имеющие пастыря. Они рассеянные, они овцы, не имеющие пастыря. Что происходит с овцой, когда она остается одна? Она заходит не туда. И в конечном итоге она погибает. Это очень сильно, друзья, отображает действительность наших подростков. Они сегодня приходят, когда они приходят в церковь, они имеют совершенно другой вид. Знаете почему? Потому что подростки иногда умеют приспосабливаться. Они иногда делают так, как говорят и взрослые. Они иногда делают так, как то, что ожидает от них взрослые. Но это не говорит о том, что это отражает их внутреннюю жизнь. И когда Иисус смотрел на этих людей, Он не просто сказал о факте. Знаете, есть вещи, на которые можно посмотреть и сделать выроды. Иногда ты не говоришь из кухни, потому что ты понимаешь, это и всем так понятно. Но Иисус когда сказал об этом, когда Он увидел людей как ручки к нему и находились в таком состоянии, Он сказал еще раз об этом факте, но Он также дал и выход. И какой же выход Он дал? Передание, как мы пойдем дальше, знаете, я хотел бы застрелить внимание о тех выходах, которые мы часто используем, пытаемся использовать в подростковой работе. Или когда люди попадают на новые начинания. Они начинают, знаете, первым, чем они увлекаются, это мероприятие. Мы думаем, что программы и мероприятия это ответ на все наши вопросы. Я хочу, чтобы вы поняли сегодня меня правильно. Не то, чтобы вы поняли мероприятия. В нашей церкви, в нашем подростковом и надежном служении очень много программ и очень много мероприятий. Но очень часто эти мероприятия не теряют суть. А суть этих программ и мероприятий, как ни странно, иногда для некоторых кажется, это люди. И вы помните, что я имею в виду. Когда Иисус смотрел на этих людей, Он сказал о выходе. И единственный выход, который предложил Иисус в этой ситуации, Он сказал, молите Господина жатвы, чтобы выслал делать и нажатку свою. служение. Он предложил Иисус. Когда мы смотрим на подростков в нашей церкви, когда мы смотрим на подростков, которые окружают нас, единственное, что может им помочь, это служение. И, конечно же, оно включает себя. Если мы говорим о евангелизации, знаете, какой-то периодичности проводить концерты. служение, оно включает себя. Но если мы проводим только концерты, это то, что бы отнес и квалифицировал как мероприятие. Мы проводим иногда только концерты, мы думаем, что мы все этим решаем. Мы проводим подростковый лагерь, значит, мы проводим месяц, полмесяц, у всех разные сроки с этими ребятами вместе. И когда мы возвращаемся к себе домой, остается один вопрос, насколько они нам нужны. И вот, что отличает мероприятие от служения. Мероприятие и служение внешне могут выглядеть одинаково, но внутренне они могут очень сильно отличаться. В мероприятии важно провести что-то. В служении важно сам человек. И давайте мы поговорим об этих вещах еще дальше. Как я вам говорил, что мы сегодня поговорим о стратегии молодежном служении. И когда мы думаем, что такое служение, а как же нам с вами оказать служение или оказать служение нашим подросткам или как оно должно выглядеть, естественно, что мы должны сделать, это посмотреть на жизнь Иисуса. И у меня не так много с вами будет времени, чтобы так очень детально погружаться в жизнь Иисуса Христа и пользоваться Его личным примером. Поэтому, как я говорю, мы будем это делать задумывать и поверхностно и делать просто расставлять определенные акценты. Но я могу сказать следующее, что все, что мы должны делать в наших служениях, это должно было присутствовать в жизни Иисуса. Когда мы начинаем делать что-то посуду, на котором это не получится никогда. И когда мы рассматриваем жизнь Иисуса, мы можем увидеть очень яркие некоторые вещи, которыми Иисус занимался. Но, друзья, давайте мы будем откровенны, когда Иисус осознавал, чтобы у него всего лишь три года. Мы можем быть уверены, что он занимался самими важными делами. Он просто не мог себе позволить заниматься тем, что не работает, заниматься тем, что это и так для себя, для души, для хобби. Он занимался самыми важными делами. И Евангелие, оно очень ярко отобразило нам эти вещи. Первое, о чем бы я хотел сказать, что присутствовала очень сильно в жизни Иисуса эта молитва. И я буду сейчас все это отождествлять подростковую работу. Когда мы смотрим на жизнь Иисуса, мы можем на первый план выходит его молитва на жизнь. И когда я говорю о молитве, я говорю вот о чем. Я не говорю о молитве, знаете, когда подросток молится в своей жизни или имеет личные отношения с Иисусом сам. Я скажу об этом чуть позже. Но, когда я говорю о молитве, я говорю о том, что Иисус уходил на гору и молился. И молился о чем-то или о ком-то. Мы помним все эти места писания, когда Иисус говорил своему ученикам, как он молился о них, что он переживал, это в Евангелии о Канаде, он переживал, он говорил, что дьявол будет просеивать вас, но и молился, чтобы у него сходила вера ваша. Бывали моменты, когда Иисус возвращался после молитвенной горы, ученики подготовили его организационное служение, Иисус возвращался и говорил, нам нужно уходить. Они говорили, Иисус, ну как, у нас все тут готово, мероприятие, мы не должны просто вот так вот перед людьми, вот так вот грязь лицом и все такое. Иисус говорит, мы уходим. Единственная причина, почему они уходили, он что-то получил в своей молитве. И то место, куда он ушел, там происходили чудеса. Иисус, Иисус очень, в жизни Иисуса была очень сильно развита молитвенная жизнь. Когда мы сопоставляем это с нашим подростковым служением, друзья, вот о чем я хочу сказать. Насколько это присутствует в жизни подростков. Что такое подростковое служение? Чем мы должны заниматься, как люди, которые работают с подростками, как люди, которые оказывают влияние на подростков. Наша задача это один, друзья, чтобы в твоей жизни поделилась молитва. И молитву я имею в виду сейчас как молитва хоратайства. Знаете, я рассказывал вам в свое свидетельство, в свой пример, как у нас все было вначале плохо, но вы знаете, сейчас у нас намного все лучше, я не могу сказать хорошо, я умышлен, но я не сказал хорошо, намного все лучшее. Но значит, что я вижу. Подросток, он может быть прекрасным христианином, он может, знаете, ходить в цирк и впечатлять всех взрослых и тебя вместе с ними. Но когда ты заинтересуйся, задаешь ему простой вопрос, сколько ты молишься за своих друзей в классе. 15 минут это средняя цифра за всю неделю. Это в лучшем случае. И когда мы говорим о молитве, и когда мы говорим о том, точнее о том, что должно присутствовать в подростковом служении, к чему мы должны приводить наших подростков, так это к первому. Это наши подростки, они должны молиться. И здесь, друзья, я хочу обратить ваше внимание на фразу стратегия. Я не даю вам метод, я даю вам стратегию. Мы привычаем подростков молиться в нашем церкви в своей жизни вроде мира до боли по-своему. Мы видим свою реальность и действуем в соответствии этой реальности. Вы можете это делать по-другому, но нас всех с вами объединяет одно. Мы должны с вами быть охвачены тем, чтобы научить подростков молиться, чтобы принести в их жизнь это желание молиться. Чтобы они были охвачены молитвой. И когда в личной с ним беседе интересовался бы сколько он молится за... Если вообще человек в его жизни за которого он молится, он мог твердо сказать да. И он мог сказать цифру, назвать цифру времени, сколько он день посвящает этому времени. Вы поймите меня правильно, друзья, здесь нет никакой религии. Я не хочу, чтобы кто-то из вас подумал, что молитва это что-то обшире, знаете, такое, но давайте мы подумаем так. Если человек в течение всей недели не молился за своего друга, кто от этого выиграл? в свою очередь писание говорит, что хочу, чтобы на всяком месте, во всякое время произносились молитвы. В любой месте писания говорится молитес не Христа. И когда мы с вами говорим о молитве Хавантайства, когда мы с вами говорим о том, что молитва она должна присутствовать в жизни каждого подростка, мы, конечно, не говорим о двух вещах. Первое, это в его личной молитве. Когда мы говорим о том, что подросток в его жизни есть молитв на жизнь, которая не только охвачена его личными просьбами, которая, знаете, в самом лучшем или в идеале для него это будет, знаете, когда он молится за своих родителей, не просто за джинсы, за реверсионные платы и так далее. И второе, когда подросток участвует в групповой молитве за кого-то. Мы в нашей церкви назовем это молитвы. Когда мы подростковым делаем, что вы видели, они брались за руки, на нога. Мы делаем, что три человека стоят, становятся вместе, берутся за руки и три человека молятся по очереди. Каждый молится за своих троих людей. Три человека у одного, три человека у второго, три человека у третьего. Девять человек прихватываются сразу групповой молитвы. Понимаете, да? И они произносят конкретные имена. Конечно, мы не требуем конкретной ситуации произносить. Это то, что должно присутствовать. В жизни Иисуса это очень сильно присутствовало. Когда мы с вами говорим о стратегии молодожного служения, то, что присутствовало в жизни Иисуса Христа, я хочу обратить ваше внимание на следующее. Те элементы, которые мы с вами перечислим, они не являются теми элементами, которые взаимозаменимы, могут заменять друг друга. Если мы уберем хоть один подростковое служение, оно не состоится, или оно будет внешне пока хорошо идти, хорошо, знаете, так выглядеть, но придет момент, когда это упадет конец. Ну, до вуза, мы этим и представим. Представьте, что на ваших подростковых служениях в течение недели на ваших подростковых служениях совершаются молитвы, подростки собираются в течение недели для молитвы, но в их жизни нет абсолютно святости. Мы можем рассчитывать подростков эти молитвы, они будут чувствовать. Конечно, когда я говорю о святости, я имею в виду подростков, и то, что иногда взрослые люди считают святостью, и то святостью, чтобы подросток был дисциплинированный, и так далее, и так далее, то есть это реально, это настоящая жизнь подростка, когда он недисциплинированный, и так далее, когда он нагрубил, когда сам не хотел этого вопроса, вот так вот он вспылил, да, то есть я не не отношу как понятие святостью, с этим критериям, я, конечно же, имею моральную чистоту, я имею такие вещи, и в виду такие вещи, которые Библия называют откровенным грехом, и так далее, и вот представьте себе, или представьте себе, вы делаете евомализационные мероприятия, а у вас серьезные евомализационные мероприятия, вы евомализируете район в течение всей недели, но ваши подростки, они не близки к Христу, на них это просто забава, просто и еще у вас получилось этим летом пригласить американцев, и тут вашим подросткам не так интересно, как евомализация, а ваши американцы, и когда уезжают американцы, уезжает и Вера с американцами, и у вас будет ну, бурное лето, и вы очень сильно могли участвовать и достойно отчитаться перед городским советом, но что происходит, когда они уезжают? Добро пожаловать в реальность. Итак, первое, что должно присутствовать, это молитва, мы не можем заменить, иногда, знаете, может быть молитва, молитвы не будет, знаете, просто слабо вы не грешатся в этой церкви, ты молишься, ну ладно, это главное на чего, чтобы хотя бы не перестал ходить, он не должен быть таким, потому что нам надо будет быть элементом пробыть Евангелем. Давайте, следующее, что присутствовал в жизни Иисуса, это господство. Господство Иисуса, это значит искать близкие свои отношения с Христом. Именно сюда в это понимание я отвожу такую, знаете, как личную молитву, когда человек ищет лично Господа в своей жизни. Я именно в этот аспект отношу такие вещи в жизни, когда человек начинает отказываться от греха в своей жизни, потому что Иисус должен стать Господом не только на словах, но Господом должен стать в жизни. И о чем это как мы говорим. Если Грибия говорит о том, что ты должен быть послушен родителям, подросток должен принимать это как факт и выстраивать всю свою жизнь именно под это. В противном случае, если он не соглашается с этой истиной, мы не можем сказать, что его жизнь она подчинена Христу, мы не можем сказать, что в его жизни Иисус является Господом. Когда мы с вами говорим, что, и говорим о посещении наших служений, мы не только должны быть мотивированы, что давай у нас весело, давай у нас хорошо, но мы должны также поближе их высунув такой истин, что все мы должны быть вместе, вместе мы должны поклоняться. И если молодой человек, он не согласен с этим, он не согласен с самым главным, с истиной, он может очень хорошо принимать участие в наших мероприятиях, в театральной постановке перед Рождеством или еще где-то, но когда речь будет заходить за те вещи, где Иисус хочет стать Богом в его жизни, он будет отказываться. В жизни Иисуса это было, он сказал, что я ничего не говорю от себя, все, что я слышал от Отца своего, то говорю. В наших подростковых служениях мы должны поставить подростковое служение состоит из того, что мы работаем над тем, что Иисус становится Господом в жизни наших ребят. И опять, эта стратегия, это не метод. Я не знаю, как может это происходить у вас, но у нас мы делаем это через отношения, у нас мы делаем это через ячейки, у нас мы делаем это через личные встречи. Мы делаем это по-разному. Есть люди, которых мы оставляем на время и потом через время мы возвращаемся к ним. Мы не погоняем их из церкви, но мы понимаем, что здесь не все так хорошо. Мы понимаем, что их жизнь не полностью принадлежит Иисусу, когда ты начинаешь больше днекать его жизнь, стараешься больше ему помочь, оказывать пастырское подтечение над ним, ты видишь, что только все усугубляет, и ты, и мы делаем все вещи, мы иногда просто не давим. Мы и до этого не давили, просто употребляем такое слово, чтобы вы поняли все. Мы просто не поднимаем некоторые вещи, но, конечно, когда подросток приходит и говорит, я хочу играть на гитаре в группе прославления, мы говорим, единственная причина, почему ты не можешь, потому что это группа прославления. Здесь люди поклоняются, отдают свою жизнь Иисусу, они говорят, Иисус, мы любим тебя, ты не можешь сказать, что Иисус любит тебя, если в твоей жизни находится. Потому что Библия говорит, что если ты говоришь словами, а не исполняешь, ты не думаешь. И мы начинаем объяснять некоторым ребятам из них. Знаете, мы задаем определенный тон. И у нас бывают разные ситуации. Иногда, знаете, здесь нужно иметь мудрость, и во всем этом есть такой деликатный подход. Были люди, знаете, которые есть... Я расскажу вам в этом случае. Девчонка, которые расслабили в нашей церкви, все хорошо, хорошие родители, она хорошая, все везде, все участвует. Но есть одна проблема, с которой мы не соглашались. Мы являли в том, что рожденный сверший человек должен вступать в брак с рожденным свершим человеком. Вы можете меня судить, но позиция нашей церкви не надо открывать. и когда мы смотрели на ее жизнь, у нее все было хорошо. Единственное, что она постоянно меняла мальчиков, причем это были неверующие. И было время, когда мы просто ждали очередного расставания, ее расставания с ним. Но, знаете, время шло, она взрослела, и мы, в любом случае, Бог с ней работал, мы видели, что Бог делает что-то в ее жизни, и, знаете, и пришел такой момент, как ситуация с Моисеем. Если были вещи, которые мы могли раньше позволить, то мы в один момент увидели, что сейчас мы не можем этого позволить. И она соответствует тому, что мы можем ей в этом сказать. И я с ней встретился, и сказала следующее, что ты не можешь принимать участие в служении. Ты можешь приходить где-то помогать с кафешкой, как можно, но касательно служения, чтобы мы называли тебя что ты служитель, быть таким лицом в служении ты не можешь по такой-то причине. Конечно же были слезы, конечно же родители церкви, они очень сильно горчились, они не здоровались ногами. Это определенное давление, которое ты, как молодежный подростковый служитель, всегда будешь переживать на себе. И для меня было самого несколько страшно, потому что, знаете, это как мяч, который пытается ударить девчонку. Знаете, когда ребята играют в футбол, и мяч откатился, идет какая-то девчонка и говорят, подай. И она пытается бить. И ты прекрасно понимаешь, что мяч сейчас полетит в другую сторону. Она там бьет. И я когда говорил с ней, я не знал, куда полетит мяч. Я чувствовал себя как девчонка, которая не умела пьет по мячу. Ну а слава богу, все вырулилось, я бы так сказал. А это было время, когда она пересознала все. Я она пришла, я поговорила с ней, она говорит, да, я понимала, что было все это время не порва. И она приняла определенное решение в жизни. И после всего этого у нее больше ничего подобного не было. Итак, Христос призывает нас приходить в отношения и несостоятельности и отдать себе подчинение его восподству. Иисус показал нам это на примере своего служения и его личных отношений с его сон. Это то, чему должны заниматься с подростками. Иногда взрослые люди так сильно боятся бросать вызов молодежи, особенно, что касается святости, особенно то, что касается каких-то достижений. Единственное, чем мы пытаемся иногда заниматься в наших церквях, чтобы сохранить их. Мы пытаемся так уберечь их от этого мира, что уберегаем от самой истины. Слышите? Мы уберегаем их от самой истины. Я не знаю, как ваше обслужение, но мое обслужение это всегда норма. Когда приходят родители и со мной начинают беседовать, проводить со мной такую разъяснительную работу, в чем заключается моя обязанность. А все дело просто. когда судеба оказывается в том, что я говорю с некоторыми молодыми людьми и людьми о святости. И они приходят домой и говорят, он меня напрягал сегодня. И родители прибегают, ты не должен напрягать его. Я говорю, я не творческий работник в Дворце Творчества. Там, да, вы как бы директор творчества Дома культуры могли бы прийти и сказать, Саша, у нас здесь нет церкви, здесь бы я вас еще понял. Но когда я в церкви, когда я в Пахсер, я здесь отказываюсь понимать. Тем более соглашаться. Мы должны сдавать позиции. Мы так сильно пытаемся их оберегать, что мы очень сильно начинаем прощать все вещи. И здесь, конечно, вам нужна мудрость. И вы помните, из чего у нас что такое мандрюжное служение? Это говорят взрослые христиане. Взрослые здесь ключевое понимание. Знаете, есть два понимания, которых очень часто в церкви отпутывают. Есть понимание служения, есть понимание движения. Чем они отличаются друг от друга? Служение – это когда взрослый человек пытается младшему себя помочь стать зрелым. И чего бы это ни касалось. Движение – это когда подростки оказывают влияние на своих сверстников. И знаете, когда мы говорим о подобных вещах, о мудрости, здесь как раз очень уместно, что взрослые христиане, потому что молодые люди часто не видят этой разницы. Они не являются родителями, они не являются отцами, матерями. И есть и вещи, которые они отказываются прощать подросткам. Они считают, что это так недопустимо. Но взрослый человек, человек, который что-то прошел в своей жизни, у которого есть дети, он иногда смотрит на эту речь. Он говорит, слушай, ну не надо так жестко здесь. Вы понимаете, у меня о чем? И эти испытания я смогу сейчас вам открыть. Единственное, что бы вам посоветовал, близкое взаимоотношение с зрелыми людьми, с вашими пасторами. Ваши пасторами должны просто вам давать советы всегда. И есть ситуация, где ты просто будешь взрываться, но твой пастор будет понимать, что происходит. Потому что у него уже трое детей. И у него то, что ты увидел сейчас первый раз, у него дома такое каждый раз. У меня двое детей. И я его так понимаю. Когда я приходил, знаете, когда я прихожу на воскресное служение, и мне там нужно проповедовать, или, знаете, перед молотежным служением проповедовать, нужно проповедовать. И перед всеми этими служениями есть пару моих красавчиков, которые меня выбили из себя. И я... У меня мозг так... Иногда я же говорю, не приводи их. Конечно, это когда они были помоложе. Сейчас они взросли, они все понимают, но когда они были помоложе, они меня так мозг вынесу перед проповедью. Я же иногда поворачивался и говорю, зачем ты их привела? Говорю, в следующий раз у тебя что-то будет важное, я тебе так сделаю, чтобы ты меня понимал. и так господство Иисуса, господство Иисуса в жизни, следующее, это команда лидеров. И здесь, здесь вот, я хочу, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Мы набираем... Знаете, иногда будет... Сейчас расскажу вам одну историю. Один раз я привел своих детей в цирк, как примерный папа взял на первый ряд, все как положено. Но клоун, это его профессия, он приметил меня с самого начала. Он пытался там что-то как-то, знаете, когда пробегаешь, что-то как-то ко мне кинуть. Я не понял, почему он так ко мне стал относиться с самого начала, а то там сачок на меня закинет, то еще что-то. И у меня уже было как бы не по себе. Но потом они вывели на арену цирка лошадь. И, ну, клоуну. И, типа, сейчас будет номер. И нам нужен доброволец. Я вообще последний, кто видел себя вообще добровольцем во всем собственной цирке. Я вообще отказывался быть добровольцем, даже если мне заплатили. Но этот клоун сделал все так, что меня туда вытащили. Короче, клоуны меня вытащили, это их профессия. И мне сделали, ко мне прицепили страховочный тронс, и мне говорят запрыгали на лошадь. Я, естественно, как человек, который каждый день запрыгнет на лошадь, я пытался это сделать. И они все с такими делали все так, что, знаете, они мне помогали, мою ногу подкрасывали так, что я перелетал через лошадь. И в этот момент они меня поднимали вверх, и я пролетал на дарену. Они меня возвращали. Теперь разбегайся, запрыгивай. Я разбегался, и когда я запрыгивал на лошадь, они опять в этот момент дергали, и я пролетал на дарену. И всем было весело. Мои дети были в восторге. Мы в зале как-то были знакомы. Знаете, как я себя чувствовал в этот момент? Я себя чувствовал полным идиотом. Дурак дураком. Единственное, что меня утешало, что моим детям было весело. И вот почему это рассказывают. Иногда мы, когда даем поручения нашим ребятам, мы подвергаемся такому же чувству. Что я имею в виду? Ну, знаете, когда ты занимаешься некоторыми вещами, у тебя есть какой-то опыт, есть вещи, когда ты вообще внутри себя, у тебя уже на уровне чувств, ты понимаешь. И когда ты говоришь другому человеку, пойди, сделай это. Знаете, что на самом деле мы имеем в виду? Чего мы не понимаем? Пойди, переживи годами то, что мы пережили. Те пистоны, которые нам вставляли, когда мы были недисциплинированы. Когда мы ломали что-то. У вас было такое, у нас когда-то было в служении, мы один раз спалили 20 ламп или 15 ламп по 20 долларов. Одним втыканием, не в ту резерву. И мы, так знаете, шик, пшик, и мы такие, опаааа. И что говорить пастору? Потому что он думает, что их купил. А купил по той причине, что мы их перед этим спалили. И когда у меня за причами есть подобная школа, а когда я даю кому-то задание из подростка, знаете, у меня свои чувства. И для меня вообще что-то здесь непонятного. Но они себя чувствуют, именно так, как я чувствовал семинарии и церкви, они чувствуют себя идиотами. Мы подвергаем их порой таким внутренним переживаниям, которые, знаете, у них происходит конфликт. Дай тебе пожонглировать апельсины, но с двумя получится. Устальна ты выкарабкаешься, но если пять-шесть, они начнут распадаться. Это то, что мы видим иногда в нашем служении. Когда мы начинаем давать подросткам задания, и они с этим не справляются, и что мы говорим, какие мы будем делать? Они еще маленькие. Значит, что мы должны с ними делать? Посадить в замочку и пусть слушают. А я сделаю для вас за вас все сам. И как это надо было для нашего подросткового служения? Они выглядят печально. Я больше слышу это трагедия. Трагедия заключается в том, что наши дети сидят, точнее, мы их усадили, ничего не делали. Я сам все сделаю, чтобы ты ничего не испортил. и мы носимся вокруг них. Но правда трагедия в том, что они не переживают служения. Служения, которое является частью отношения с Иисусом, они не переживают. И естественно, в их жизни включается эго. Они начинают ожидать от нас Голливуда. Они ожидают, начинают от нас ожидать то, чего они ведут пути вниз за руль. Потому что и там они смотрят, и здесь они смотрят. И чем для них отличается подростковое служение? Просто у нас эффекты сладеют. Подростковый класс не просто одним из зарплаты, он не учетом платит. Он никогда этому не учился в мире. У него ничего не получается. Он всю неделю учился или работал, пробовал где-то себе подготовился и все такое. Понимаете, да? А те девчонки, которые вышли в пей, но они явно петь не умеют. Это не совсем тот клип, который я смотрел. Понимаете, да? И когда мы говорим о подростковом служении, мы должны также учитывать, что Иисус делал учеником. Друзья мои, когда Иисус смотрел на учеников, они в его глазах выглядят такие же, как в наших глазах наши подростки. Но что отвечает Иисусу, конечно, очень много, что отличает Иисус от нас. Но в этом случае его отличают тем, что он начал с ними работать. Он сам готовит лидеров. Но это тоже, конечно, нужно готовить подростковом служении лидеров. И очень часто мы в подготовку лидеров подготовку лидеров мы не так понимаем. Как мы понимаем подготовку лидеров? Классический пример. Они должны собраться. я подготовлю шикарнейшую проповедь. Расскажу так, как никогда не рассказывал. А если пастор будет сидеть где-то... А мой пастор будет сидеть на концерне ультон, то он думает, о, что же мы не проповедуем церкву. И вот это и есть тренировка лидеров. Но мы не правы. Второе, Тимофея, 2 глава, 2 стиха, 2 стиха, апостол Павел Тимофея говорит, что слышал от меня. Я бы хотел бы здесь застрить внимание на тех вещах, которые очень часто мысли застрили. Он тебе говорит, что есть программы и служения. И программы и служения внешне, они очень похожи друг с другом, но они разные по сути. Апостол Павел говорит, что ты слышал от меня. Ты, ты и я. Я и ты. Мы говорим о отношениях. Работа с лидерами не начинается на семинаре. Взращивание лидеров не начинается и, скажем, не заключается только в тренингах, в личных отношениях. И служил с учениками. Он три года ходил с ними, он три года ел с ними, он три года спал с ними, он три года пропитывался их проблемами, коррективами. Он прекрасно понимал, кто из них есть, кто. Но что очень часто, какую очень часто допускаем мы с вами ошибку? Привет. Хочешь входить в команду молодежного паспорта? Приди во вторник на 7.30. Только не опаздывай. Привет. Помнишь, мы неделю назад говорили слова по контуру вторника на 7.30? Почему ты не пришел? Я вижу, сколько ты хочешь. Прошу. Отношения. Когда мы едем куда-то, в какую-то поездку, каждый молодежный служитель в нашем служении получает целую. не сиди в автобусе, ходи между людьми. Я один из тех, кто никогда не сидит на одном месте в автобусе. Я продусь в одну сторону. Какого-то чипсы возьму с пачки попробовать. И, как правило, это происходит у тех людей, которые вообще сидят самые, знаете, его мама привела, посадила, в автобус отправила, фу, может быть, для них получится. И этот ребенок сидит перепуганный. И ты же понимаешь, что тебе нужно начать и научаться. Со слов «привет, как дела?» здесь ничего не прокатывает. Что ты начинаешь делать? О, привет, у тебя чипсы. Классные чипсы. Мы должны наложать с ними отношения. Конечно же, я не говорю о том, что все могут стать лидерами. Библия говорит о том, что передай веру. Но даже из тех людей, у которых мы видим верность в Господь и Иисусу Христу, мы видим, и с ними нам нужно строить отношения. И давайте, я хочу, чтобы мы сейчас... А что с Тимофеем? Давай, у вас пирога, второй стих. Итак, как нам нужно готовить квалифицированных лидеров? Я хочу сейчас вам дать четыре пункта. Первое. Это я делаю это. Знаете, иногда мы заставляем ребят делать то, чего мы сами не делаем. И в этом мы их ничем не научим. Иногда мы, знаете, пришло что-то новое в цепь, из технологии. И мы как делаем с вами? Иди разберись. Он пошел, сломал пастор, ты не я. Вон это. Иногда, знаете как? Привет, вот ты первый пришел, идем в стулья расставим, пока он все придет. А когда он пришел, он видел, что ты уже расставляешь стулья. То есть, есть лечения, которые мы должны уже сами делать. Второе. Я делаю это, они делают вместе со мной. Когда мы готовим квалифицированных лидеров, в чем заключается наша задача? Кстати, слово делать в греческом языке переводится, а имеет смысл, как люди, которые квалифицированы с людьми. Мы должны показывать на личном примере. Знаете, сказать отличную проповедь здесь ничего не получится, потому что мы сами с вами, мы все вместе читаем Марка 16, и тут у нас очень сильно не доходит, да? Что же делать? Столько лет читаем и что-то не так в нашей жизни. Не пристану молиться. И задать каждому из нас вопрос, есть это не пристану молиться? Это лично. Следующее. Они делают это, я нахожусь рядом. Есть вещи, знаете, это самое, между вторым и третьим это самое одно заявление. А есть люди, которые будут делать вместе с тобой годами. Есть люди, которым хватит сегодняшний месяц. У нас есть парень в нашей команде годы. Годы. Иногда я очень злюсь на него. Иногда он меня радует. Потом я опять два раза злюсь. Потом чуть-чуть порадовал, опять два раза злюсь. На годы. А есть люди, которые просто немножечко побыли, они схватили все на лету и начали делать. И потом приходит такой период, когда я сказал, они делают это, ты находишься рядом. Это не говорит о том, что, знаете, ты уходишь из служения. Нет, ни в коем случае. Но есть вещи, которые они делают. Когда я вам показывал ролик, обращали внимание, как подростки готовятся, вы знаете, я очень часто вообще понятия не имею, что там происходит. Единственное, с кем я говорю, это с девчонкой, которая является пастором подросткового служения, которая является ответственным за подростковое служение. Я говорю, что у вас происходит-то? Я с ней в основном общаюсь. С некоторыми подростками я просто, ну как, по этим вопросам не общаюсь. Единственное, когда я прихожу, я всегда делаю, привет, как дела, все ли в порядке? Знаете, ну такие у нас есть поверхностные отношения. Но она имеет с ними такие отношения. Когда она тоже проходила такой путь, как проходил я, или, может быть, кто-то из вас проходит, когда, знаете, она дается дань, и она рассчитывает, что в воскресенье все будет именно так. И она ошибалась. И потом я говорю, можно с тобой поговорить один на один? И я говорю, насколько она ошибалась. Ну что я должна делать? Я в течение недели напоминала, я каждый день им звонила. Говорю, делай, вместе с ними. Выберут себя еще два человека, которые смогут делать вместе с ними, чтобы ты не делал это каждое дело. А так дело, это вместе с ними. И они будут учиться. Один парень, к ним, подходит, говорит, я хочу измениться в том и в том. И что мне сделать? Это вопрос на протяжении четырех или трех лет. Просто смотри, я уже не знаю, что тебе говорить. Просто смотри на реакцию в этом случае, смотри на реакцию в этом случае, и просто стараться так делать. Это и есть жизнь. Итак, это когда мы будем лидерами. Следующее, это ученичество. Здесь тоже очень важно, мы можем сюда тоже внести говорить, что слышал от меня без понятия и я. А когда я говорю о ученичестве, что я имею в виду? Когда мы говорим о господстве, я именно сюда отводил эти аспекты близкие отношения с Иисусом, именно сюда также уходит личное изучение в книге человека, потому что на самом деле наши ячейки это не про мероприятия. Когда мы говорим о том, что ты должен быть на ячейке, потому что у меня показатель, это не совсем правильный мотив. Но наши ребята должны ходить на ячейки, потому что они должны видеть в этом и свои личные отношения с Иисусом. Наши ребята должны ходить на семинары, если они ходят на семинары, они должны ходить по единственной причине, что они хотят расти духовно. Именно по этой причине я отнес это все к Господству Иисуса. Но когда я говорю о ученичестве, я имею в виду в виду, что мы должны помочь подросткам, как чья жизнь уже преображена Богом, помочь других ребят преображать Богом. То есть научить их и вооружить. Это и есть ученичество. Иисус не отправлял людей просто так пропоздать Евангелие поселением. Иисус не будет так говорил всем ученикам, делай то или иное. Он учил их это делать. И когда он отправил их по разным городам, они делали ровно то, что делал Иисус. Они возлагали руки так же, как возлагал Иисус. Они проповедовали, молились за людей точно так, как делал это Иисус. И когда мы говорим с вами о ученичестве, мы должны с вами задаться такой целью передать церковь следующему поколению. Я расскажу, объясню это на нашем примере. Когда мы начали активно делать это, поняли это делать, это знаете, не многие просто были воодушевлены этой идеей и этой мыслью. Почему? Потому что подростки, как мы говорили, это что-то, это какие-то слабые люди. И я помню, мы задались такой целью. И наперед просто вот это скажу. Все мультимедиаи нашей церкви занимаются подростки. Напомню этот парень, который встал на пульт, когда он встал на пульт, он был старше. Он относился в категорию старшего подростка. Фото, видео, очень много делают подростки в нашей церкви. И знаете почему? Потому что придет момент, когда взрослые люди не смогут этого сделать. И мы окажемся, знаете, мы будем переживать этот провал. Когда те, кто делал это, они уже не могут делать. И нам нужны другие люди. И мы стали работать над семьями. Мы понимаем, что нам нужны лидеры. Мы понимаем, что нам нужны те люди, которые умеют в чем-то планировать, умеют что-то нарисовывать. Мы понимаем, что у нас должны быть ребята, которые умеют быть группой прославления. Мы очень большой акцент сделали на группу прославления. В данный момент у нас два подростковых состава, два подростковых молодежных, два подростковых прославления. Мы сделали, наверное, на этот акцент акцент. Мы это начинали, и я понимал, что им надо где-то развиваться. Я понял, что он подошел в гигантную блескную шкуру и говорю, слушай, вот я слышал, у тебя там и блескная шкура, и там магнитофон начинается. А если вот приятные выводы отлопают, у тебя-то какая разница? Это ж лучше, чем ничего. Единственный вопрос задавал следующий. Насколько это будет магнитофон? Я говорю, ну, глубже, чем магнитофон до 100%. Нет. Ладно. Меня это разозлило очень сильно, но мы продолжали работать, и вышел такой момент, когда было воскресное богослужение, и вышел молодежный состав, чтобы ввести прославление, и с этим молодежным и полмолодежного состава были подростки. Потому что я сказал, не выпускайте воскресенье одних, они уроки. Вышел. Я говорю, вы должны учить, как реагировать в тех или иных ситуациях. И мы договорились, что выйдут вторым гитаристом, басистом, понимаете, да? И когда церковь увидела подростка, они не верили всем в глаза. Потом они говорили, мы же не могли бы представить, что сколько так сильно Бог придет во время этого воскресенья. Это то, о чем мы любим ученичество. Следующее – это проникновение в культуру. Когда я говорю про проникновение в культуру, я хочу разделить два понимания. Первое – это, конечно, проникновение в культуру. Второе – это де-мобилизация. Очень часто церковь, в этих пониманиях, они очень сильно объединены. Но я хотел бы, Антонирова, Антон, извините, путем православный, показать вам, что в этом есть решение. И почему? Допустим, есть церковь, где это молхоз, такие вопросы не поднимаются. Почему? Потому что это сильная церковь, и, скажем, каждое молодежное служение в этой церкви как отдельная монтилизация. И это круто. Но не всегда властами церковной ситуации. Иногда попростки просто стесняются привезти на свое молодежное и подростковое служение своих друзей. Потому что вы понимаете, почему уже стесняются? Можно стесняться, начиная от молодежного пастора, который живет девяностыми, заканчивая, там, вообще, где как, вообще, как все собралось, всегда та десятая. И особенно, когда есть какое-то начинание, когда есть начинание какое-то дело, значит, это, для чего ты не можешь делать, и каждый раз что-то будет там. Вот, представьте, каждую сумму, или каждое подростковое служение делает, знаете, очень круто. Но нет просто важных средств, возможностей, нет никакого. Но ты можешь делать это раз в месяц, раз в два месяца, раз в три месяца. Это то, что можно назвать монтилизацией. И вот чем они отличаются для дальнейшего проникновения монтилизации? Друзья, я не задерживаю, мы просто помню, вначале задержали, но у меня есть монтилизация. Отличается следующее. Проникновение монтилизации — это та вещь, когда мы просто вытащим на то, чтобы они были нацелены в проблемах монтилизации, чтобы они были нацелены строить отношения для того, чтобы в дальнейшем страхе привести человека к Христу. Потому что средняя статистика говорит о том, что они приходят в школы, и у них две позиции. Первая позиция — это когда он просто скребывает сюда руки, и то, что я верующий, не верующий. Вторая позиция — он приходит в школу, и его там вообще не пойдет. Никто никогда в жизни не знал, что он верующий. Потому что он всегда может сигаретку вынести. Понимаете, да? И, конечно же, здесь, когда ты живешь с подростками, ты понимаешь, что они стесняются. Я считаю, каждым из них героями. То есть это и говоришь, что на попросковое воскресенье «Иди, проходи в Евангелие всем в классе». Я так понимаю, когда он приходит утром. И знаете, что меня радует, когда они попрещаются и начинают делиться своими неудачами? Я говорила с ней, что она не пришла. Знаете, меня это радует. Не так важно, чтобы это не получилось, важно, что она это делает. Но вопрос в том, что они просто-то должны это делать. Мы очень часто стараемся, как этого. Или, скажем, не говорим про это почему-то в ход жизни, чтобы они это делали. Потому что, ну как, ну если они не хотели, мы не будем их заставать. Потому что слава Богу, что они компенсаты. Но не это является подросткового, подросткового служения. Подростковое служение должно всегда включаться. Потому что мы вооружаем, не восстанаем наши пределы. Мы должны говорить о подврате Богу, которые не вносит. Кому пропадают причины людей. Есть человек, которому вызывался христи на подростковое. Это очень хороший вопрос. И последний элемент – это евангелизация. И чем она заключается? Что-то в Евангелии в Евангелии. Это донести Евангелие через мироприятия, на которое подростки привезут с мирной ручей к Люси. Это когда мы объем в новое фронтурное мероприятие, и мы можем просто уйти в наш мир. Другими словами, в ваших летах есть люди, за которых они говорят, «Можно с вами купить?» «Давайте, на примере с маленькой. Я попробую, что мне было второй раз, если вы взяли в третьем, в восемь, в восемь. Я хочу сказать, что за моим мнением, если вы не любите, то, что мы можем предъявить один из этих элементов, мы можем с каждым названием, когда наши подростковые снижения. Если мы можем, то, как вам написать, это будет проповедование, если вы не думаете, мы будем подъявить за верующим. Это нет, в нижнем силу. и просто не будет с ним. Или, допустим, вы не будете повышать, но они не будут этого делать. И мы можем говорить постоянно. Но чем не надо, не разговаривать, не разговаривать, не разговаривать, не разговаривать, не разговаривать. Даже в человеке, да, пошли, но представьте, какая ошибка, самая распространенная ошибка по-постому? Когда ни команды, ни человечества, ни молитвы делают евангелизацию. Пришло много людей, или вообще не пришло, мы очень сильно в этот момент задействовали, придут или не придут. И для нас с вами трагедия, если никто не покаялся. Я помню, мы сделали районы евангелизации с нашими подростками, и вы знаете, на этих евангелизациях никто не каялся. Но мне очень важно было, что это было против ученичества. Мне было очень важно, что подруги молились. Понимаете? Другими словами скажу эту поговорку. Места в телегу с бедерушек. Все эти вещи, они должны стоять, каждый на своем месте. Это то, из чего состоит подростковая работа. Помните, вначале я говорил, я не могу сказать, что многие люди отставили позицию не только символиками, или только много молекулы, или только ячейки, или только эмобилизации. Я не могу сказать, что что-либо неправильно, а что-то очень правильно. Оно все правильное должно просто стоять в своей наследовательности и в правилах расставленных акцентах. Друзья, подростковое служение — это реальность. Успешное, подростковое служение — это больше, чем реальность. Иисус, как и мы не бросили бы нас с вами в команду. Единственное, что мы должны просто освободить до его жизни. Великолвить эти элементы, воплощать их в нашу жизнь, воплощать их в нашу церковь. Даже если у нас три человека, мы можем увидеть, что он зацепляет, но он поможет ему при головной крови. А другие ребята просто помогают учить их молиться, помогать и тренировать их, объяснять, как они могут проповедовать Евангелие. И потом договориться. Давайте, ребят, расскажу на Рождество. Если каждый из вас стоит, вести строительство, приведет к каждому своему роду, а сейчас это шестеро, давайте какой-то вечер особенный. Мы соберемся к капулешке. Я какой-то ролик скачал на руку, христианский ролик. Мы покажем, какой есть христианство. И это наша свайла и мобилизация. Но давайте мы договоримся, что в этот месяц мы будем за ним поездить. Это и есть молодежная суженность фокусированного рода в Иисусе. Елена, спасибо за уважение. Спасибо большое с тобой. До новых встреч.